Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире телеканала Автоплюс. Специальный выпуск программы «Своими глазами». В данный момент я нахожусь в Чехии, в Праге, а по праву руку от меня мировая премьера. Встречайте, это Шкода Октавия четвертого поколения. И в сегодняшнем специальном выпуске программы «Своими глазами» я постараюсь вам дать самую нужную, самую полезную выжимку, посвященную этой модели. Так что, начинаем! Встречают, как говорят, по одежке. Вот посмотрите на эту Шкоду Октавия четвертого поколения. Вы наверняка помните, что в сети ходило очень много обсуждений на тему того, как же будет выглядеть четвертое поколение этого лифтбека. И многие профильные СМИ, многие журналисты, они рисовали рендеры, которые очень похожи в итоге на то, что получилось у чехов. При этом, совершенно точно могу сказать, что Октавия четвертого поколения повзрослела. Этот автомобиль стал более солидным, статусным, что ли. И в четвертом поколении Октавии воплощены некоторые дизайнерские элементы, которые уже мы могли видеть на других моделях бренда. Пойдем дальше. Размеры Октавии изменились. Она стала длиннее на 19 мм, шире на 15 мм. При этом колесная база составляет 2686 мм. И вы можете сказать, ну зачем нужны вот эти вот миллиметры, ну что с ними делать? На самом деле нет. Каждый кубический, я бы сказал, дополнительный миллиметр – это новые возможности и для дизайнеров, и для инженеров. И мы в этом обязательно убедимся, когда, ну я надеюсь в этом, когда сядем в салон автомобиля, когда окажемся там и посмотрим, каково это сидеть на заднем ряду сидений и на водительском кресле. Ну а пока, раз мы оказались здесь, рядом с багажником, то давайте заглянем и в него. По традиции, лифтбэк, ну как же приятно. И посмотрите, что перед нами открывается. Перед нами 600 литров полезного объема. Эти данные, 600 литров, они для европейской спецификации. То есть под европейский рынок 600 литров. Сколько будет у нас, пока не говорят. Почему могут разниться данные по объему? А все это связано с тем, что скрывается под полом багажника. И давайте мы заглянем сюда и посмотрим, что же тут. Тут комплект инструментов и докатка. Так, ну как минимум на российском рынке будет докатка, как максимум полноразмерное запасное колесо. И поэтому, я думаю, стоит верить вот этим данным в 600 литров. Помните, не так давно я говорил про дополнительные миллиметры длины, ширины. И вот зачем они нужны. А вот зачем. Смотрите, я сейчас нахожусь на заднем диване. И сижу я за пассажирским креслом, которое отрегулировано под мой рост. 1 метр 85 сантиметров. Места в ногах полно. Над головой его предостаточно. Не смотрите вот на эту часть. Она как бы наоборот защищает пассажира, сидящего сзади. Бросается в глаза то, что здесь появились специальные кармашки для мультимедийных устройств. Что я считаю очень удобно. Ну, разумеется, по традиции Simply Clever это специальный такой кронштейн-держатель для айпадов и прочих мультимедийных устройств. Здесь есть полноценная розетка. Вот она закрыта специальной пластиковой крышкой. И здесь есть два разъема USB Type-C. Всего в машине может быть пять. Ну, вот здесь вот два, наверное, три впереди. Ну, в зависимости от комплектации до пяти разъемов USB Type-C. Трехзонный климат-контроль. Воздуховоды. Подогрев заднего дивана. И это все я отношу к плюсам. Давайте поговорим про минусы. Ну, к минусам отнесем вот это вот. Я думаю, вам будет видно сейчас. Высоченный горбик, который недвусмысленно намекает на то, что Octavia была в прошлом поколении и в новом поколении будет предлагаться и в полноприводном варианте. Ну, а так, больше ругаться здесь не за что. Octavia, она осталась верна себе. На заднем диване места полно, сидеть удобно и можно отправляться в путь. Ну, наконец-то я за рулем. Это самое удивительное место в автомобиле. И выскажу, опять же, свое мнение, что оформление салона не подстать внешности. Ну, тут все больше лоска, больше премиальности, отличные материалы, отделки. Все выглядит просто фантастически. Особенно руль, вот этот вот, здесь две спицы, мне кажется, по крайней мере, так вот, по первым ощущениям, что это самый удобный руль, который я вообще когда-либо держал в своих руках. Что здесь есть еще интересного? Разумеется, вот этот огромный дисплей мультимедийного комплекса, который сенсорный. Очень хорошего разрешения этот экран. Вот, все откликается достаточно быстро, нет никакой задумчивости, прорисовано все очень хорошо. И также здесь есть вот сенсорная панель снизу, которая позволяет делать музыку громче и еще какие-то функции вот здесь представлены. Ну, а здесь классический рояль, россыпь обычных пластиковых кнопок, на которые можно понажимать. Ну, и, конечно, особое внимание я бы хотел, ваше, сконцентрировать вот здесь, селектор КПП. Раньше селектор был, точнее, раньше селектор имел механическую связь с коробкой, то есть мы сейчас говорим про коробку DSG. То есть связь была механическая, теперь связь это электронная, ну, то есть фактически это джойстик, который позволяет выбирать вам режимы движения. Драйв, нейтраль, задняя передача. Ну, а теперь про двигатели. В глобальном плане тут полный порядок. У европейцев есть широченный выбор. Среди бензиновых, дизельных моторов они могут выбирать все гибридные версии. Есть даже версии, работающие на сжатом природном газе. Особенно европейцы, мне кажется, порадуются литровому, трехцилиндровому мотору с отдачей 110 лошадиных сил. В общем, разброс мощности на данный момент варьируется от 110 лошадиных сил и до 245. Дальше, разумеется, появится, наверное, версия RS, которая очень популярна в Европе. И там уже мощность будет чуть повыше. Не будем пока загадывать, пока вот так. От 110 до 245 лошадиных сил. Это то, что представлено сейчас. А по трансмиссиям, значит, это либо механика, либо роботы DSG. Пока никаких других трансмиссий заявлено не было. Есть, разумеется, переднеприводные машины, есть полноприводные машины. И это вот то, что будет доступно для европейских покупателей. То есть выбор достаточно широк. О чем я вам не рассказал? Про подвески. Значит, для Octavia будет доступен выбор среди подвесок. Будет спортивная подвеска, которая на 15 мм ниже обычной стандартной. Будет доступна подвеска для плохих дорог, которая на 15 мм наоборот выше стандартной. И будет также доступна умная адаптивная подвеска, которая называется DCC. Ну а теперь давайте подведем уже как бы итог финальный. И я вам расскажу все то, что там хорошее есть и что есть плохого. Значит, давайте начнем с плохого. Skoda Octavia в четвертом поколении доберется до России лишь в четвертом квартале 2020 года. Да, пока прогноз такой, он может измениться, но я думаю, в большую сторону. В отличие от того же самого Кодиака, который, например, в России начали продавать сначала чешской сборки, а потом уже подтянулась наша, российская, нижегородская, с Octavia будет все иначе. То есть ее сразу локализуют на заводе в Нижнем Новгороде и вот потом начнут продавать. В связи с этим к плюсам хотелось бы отнести то, что автомобиль будет адаптирован под наши условия. То есть будет адаптация под холодный климат, под плохие дороги. Это точно, это 100%. Опять же, цена будет очень хороша. Ну, посудите сами. Локальная сборка, местная. То есть Octavia сможет выдать цену, которую испугаются многие конкуренты. Из минусов хотелось бы отметить, ну, после увиденного, что к нам Octavia, ну, как мне кажется, будут приезжать в таких усеченных версиях. Ну, не будет в них того всего потенциала и функционала, которые вот мы увидели здесь, в Чехии, на мировой презентации. Но все равно Octavia к нам едет, она приедет пусть и в конце следующего года. И я уверен, что на этот автомобиль будут свои покупатели. Ну, это точно. Осталось дело за малым. Дать нормальную цену и поскорее же выпустить этот автомобиль, запустить его на конвейере в Нижнем Новгороде. Ну, и на этой ноте, друзья, мне остается разве что попрощаться с вами. Я пошел греться, но вы оставайтесь с нами. Будет еще очень много интересного. Пока.